Спортивный туризм – это очень многогранный вид спорта, который развивает и совершенствует навыки человека в преодолении естественных препятствий на природе, например, во время туристических походов. Он включает в себя обязательное прохождение дистанции со множеством различных испытаний. Так, в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» состоялись областные соревнования по спортивному туризму, где все участники также должны были пройти полосу препятствий. Показать свой уровень мастерства в состязании могли спортсмены разного возраста, которые приехали в городской округ со всего Подмосковья. По словам организаторов, мероприятие такого масштаба в Щелкове прошло впервые и собрало на одной площадке более 400 человек. Мы этот старт проводим за долгое время, первый раз, дистанцию спринта на территории Центра «Романтика». У нас есть много разных традиционных соревнований, но это впервые в мае месяце и не рассчитывали на такой успех со стороны не только щелковских спортсменов, но и спортсменов с Московской области. К нам приехало очень много ребят и мы этому очень рады. Неподготовленные сюда не приезжают дети. Это участники, которые уже имеют разряды спортивные и они приезжают повысить их и подтвердить их. Прежде чем добраться до финиша, участникам предстояло пройти очень насыщенную дистанцию, которая включала в себя несколько этапов. Подъемы и спуски, бревно, маятник и параллельные перила. Спортсменам важно было не просто преодолеть все препятствия, но и сделать это максимально оперативно. Сами ребята признаются, для них спортивный туризм – это действительно очень интересное и полезное занятие, навыки которого могут пригодиться и в повседневной жизни. Это очень помогает в походах, когда нужно завязать определенные вещи. Многие могут этого не знать и как раз таки для этого и существует туризм. Хотите, например, тур походу, пойдете там в горы. Это вообще необходимые знания? Ну, да. Там узлы, это нужно, если будут. Стерги свои. Все, конечно, надо. По итогам областных соревнований по спортивному туризму участников, показавших самые высокие результаты по прохождению полосы препятствий, наградили грамотами и медалями. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.